30 мая Арсен Осипов смело смотрит в камеру и возмущенно рассказывает, что с 1 июня его заведующего травматологическим отделением Краевого центра охраны материнства и детства, а также его подчиненных по приказу Минздрава региона переводит в дворники и санитары, иначе врачей ждет сокращение. С 1 июня готов выйти с метлой и убирать территорию нашей больницы. Работа на свежем воздухе, она очень полезна. Причиной врач называет реорганизацию объединения неотложной травматологии, то есть отделения 12-й горбольницы с их детской ортопедией. Такое заявление тут же взорвало общественность в соцсетях. Спустя несколько часов главный врач прогремевшего медцентра Константин Смирнов прокомментировал. Предложение врачам взять в руки метлы и утки всего лишь формальность. Все эти недоразумения на данный момент устранены. Сотрудники с 1 июня выходят в отделение, в новое отделение подчеркивает травматологии и ортопедии, которые открываются с 1 июня на те же должности, на которых они и находились. Позже уже в комментарии нашему телеканалу Константин Смирнов назвал случившееся юридическим казусом. Мы можем предложить только те должности на тот момент, которые существуют в нашем центре. И, к сожалению, штатное расписание в столь короткие сроки мы не смогли, не успели просто сформировать. А уведомления мы обязаны были предоставить, как только вышел приказ. Это вообще законно с точки зрения законодательства, вот такие бумаги давать? К сожалению, да. К сожалению, там написано неправда, что это формальность. Но, к сожалению, это вылился в такой вот не очень хороший момент. Таким казусом уже занялась прокуратура и следственные органы края. Первые оценивают соблюдение трудовых прав медработников, вторые опрашивают все стороны конфликта – администрацию больницы и врачей. В случае допущенных нарушений следственными органами будет дана принципиальная оценка действиям должностных лиц системы органов здравоохранения края. Сегодня доктор медицинских наук, врач-травматолог Арсен Ашотович Осипов неожиданно дает опровержение своему же заявлению. При этом опускает глаза и как ученик, опоздавший на урок, оправдывается, извиняется. За то, что мы, оказывается, юридически неграмотные, и мы не знали, что оказывается в судовом кодексе Российской Федерации, когда происходит соглашение штатов. Ход назад был сделан сегодня утром, а днем уже нашитель компании Осипов рассказывает о том, что с такой унизительной процедурой сталкивается впервые и не понимает ее. Врач подчеркнул, что не жалеет о своем первом обращении и говорит, что это был шаг отчаяния. Второе обращение вас оставили записать? Нет, нет. Я это сделал сам, да. Ну, просто вы там выглядели неубедительно. Перед тем, как ехать сегодня на телетрансляцию, позвонил своему режиссеру, и она мне сказала, что им звонят с правительства нашего Алтайского края, говорит, вы чего разверлить такую бучу. Правительство Алтайского края, вот они позвонили, что давайте сделаем маленький ход назад. Я сделал. Что касается реорганизации, то в новом отделении будет не меньше коек, чем двух прежних, а число сотрудников даже вырастет, в этом заверяет главврач. Вот только какую бы цель не преследовала реорганизация, ситуация с действующими врачами показывает, что понять ее многие не могут, тем более, что врачей то ли формально переводят в дворники, то ли вынуждают не выносить ссоры из избы. Валентина Аскерова, Илья Халяпин. День с толком.